Ударим велопробегом по пробкам. Я, натура, это тема дня. Здесь мы говорим о самом важном. Всех велосипедистов с праздником поздравляем. 3 июня – Всемирный день этого вида транспорта. Краснодар, как любой южный город, просто создан для двухколесного передвижения, особенно с учетом наших пробок. Горожане это оценили, и к лету спрос на велосипеды и самокаты вырос на 20% по сравнению с маем прошлого года. А вы знали, например, что в Краснодаре в мае было зафиксировано, из-за того, что было продано очень много такого транспорта, и называли Краснодар неофициальной велостолицей России. Здесь самые высокие продажи велосипедов на душу населения в стране. О перспективах транспорта, а также о сложностях прямо сейчас поговорим с нашим экспертом. У нас в студии Павел Соколов, председатель Краснодарской краевой общественной организации «Велорайд Краснодар». Павел, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, для начала поздравляю вас, потому что вы не просто человек, который агитирует и ездит на машине или на трамвае. Вы приехали на велосипеде к нам сегодня? Да, приехал на велосипеде. Сколько времени затратила поездка ваша? Минут 25-30. Легко по такой погоде ездить на велосипеде? Тепло. Довольно-таки. Ну, не холодно за то самое. Ну, не холодно и удобно. Павел, хочу спросить, вот у вас давно вы ездите вообще на велосипеде? С 2015 года плотно. То есть можете сравнить, да, как, если можно это назвать в Краснодаре, велоинфраструктура, да, она изменилась. То есть удобнее стало ездить, улучшилась культура водителей, культура людей, там, пешеходов пропускают, не пропускают. Наличие выделенных велодорожек, понятно, вас не спрашиваю, но вдруг? Велодорожек, к сожалению, особо не появилось. Отношение со стороны водителей улучшилось. Да вы что? Да, улучшилось, нас начали замечать, но опять же есть нюансы с сезонностью. Начало лета, как всегда, водители еще не привыкли к наличию велосипедистов на дорогах. Уже сейчас нормально. По сравнению с тем же 2016-2017 годом уже ездить приятнее. Все-таки водители привыкают. Слава богу, прогресс какой-то есть. Если говорить о пешеходах и о других веловодителях, как они реагируют на Краснодар, вообще на Большой город? Потому что у нас довольно-таки много велосипедистов, и по тротуару они не стесняются ездить. Если по правилам, то велосипедист должен передвигаться по велодорожке. Если нет велодорожки, то по проезжей части. На тротуар, если уже не вариант нигде ехать, вот просто. Это в правилах дорожного движения. По опыту скажу, что двигаться по тротуару сложнее и опаснее из-за пешеходов, из-за непредсказуемости пешеходов. Где лучше всего кататься, Павел? Сдайте нам самые классные места. Потому что если раньше это была улица Красная, там в 2015-2014 году, то сейчас это просто невозможно. Там пройти невозможно. И пройти и проехать там очень сложно. Но самые интересные места находятся за городом для меня. Конкретней? Это город Горячий Ключ, Новороссийск. Северский район. То есть по бездорожью? Да, мы каждый выходной там катаемся. Мы, Павел, подошли к очень интересной статистике. Дело в том, что самым востребованным у покупателей в Краснодаре является именно горный велосипед. Им интересуется 48 посетителей сайта объявления. Это сервисовит составлял такую статистику. На втором месте детские велосипеды. Ну, а на третьем самые обычные. Как вы думаете, Павел, почему вот так разложилась статистика? Почему горные самые популярные? Горные популярные, потому что люди в основном приходят в велодвижение. У них, по представлению, это велосипед равно горный. МТБ, Хартейл, то есть без задней амортизации, с передней мягкой вилкой. Зачастую люди желают приобрести велосипед до 15 тысяч горный. Это невозможно, судя по вашему взгляду. На нем можно ездить по парку. Не горному? Да, вот по парку, аккуратненько, без бордюров. Потому что были прецеденты, когда на таких велосипедах дешевых от незначительных нагрузок ломались вилки, рули. То есть на нем опасно ездить, вот скажу вот так. Вот новый велосипед ценой до 15 тысяч, на нем ездить опасно для здоровья. Какой должен быть велосипед, чтобы можно было выжить? Лето хотя бы. Хотя бы лето. Ну, марок сейчас очень много развелось. Ну, вот не по маркам, какие требования должны быть к нему? Может быть, страна производителя? Обязательно должна быть алюминиевая, либо хорошая стальная рама. Но это дешевые велосипеды, но они по прочности будут нормальные. Это от веса зависит человека, который на нем едет? Да, конечно, зависит. Потому что в среднем велосипед рассчитан в суммарной нагрузке на раму 110 килограмм. Вот пределы это вообще. Отдельно, если выше, это уже велосипеды под заказ. Опять же, надо понимать, зачем вы его покупаете. Если ездить по городу, то зачем вам горный? Покупайте дорожный велосипед и катайтесь в свое удовольствие. Работа, дом. Если вы покупаете для велопоходов, для гор, где вам нужно вешать багажник, перевозить грузы. Опять же, надо понимать ваш вес конкретно. То тогда уже это хардтейл. Если вам нужен спорт экстрим, ну, я думаю, кто перешел уже для даунхилла и для спорта, уже сами понимают, что им надо. Ну, там уже двухподвесы и так далее. Можно просто на горном велосипеде ездить по городу? Это комфортно? Да, вполне комфортно. Я сам езжу на горном велосипеде по городу. Если, допустим, интенсивно его использовать, например, утром-вечером на работу с работы, плюс в парке, то какой примерно должен быть срок службы такого велосипеда? Скажу так, у меня, вот по своему опыту, в принципе, средняя комплектация велосипеда, чуть выше среднего, скажем так. Я езжу 20 тысяч километров в год. В среднем 70 в день. Расчет трансмиссии раз в полгода я ее меняю. Вот плюс-минус. Ну, хорошо, содержите в его. Да. Магер-тонбирисы так не меняют. Ну, тут уже как бы издержки профессии, если хочешь ездить нормально, то есть надо как-то заботиться о своем транспорте. Я знаю, что у вас скоро очень интересно будет мероприятие «Велоночь». В двух словах расскажите, и мы как раз заодно спросим еще у эксперта, что это такое. «Велоночь» — это массовое мероприятие, которое проводится каждую последнюю субботу месяца. Июня? Или каждую? Каждый месяц, каждую последнюю. То есть 12 раз в год вы встречаетесь? Да. Ого. Да, зимой, летом, неважно. Единственное, что зимой может дождь перенести мероприятие. Будет первое, которое ближайшее, это 29 июля. Июня, извиняюсь. Мероприятие призвано показать, во-первых, городу, что есть велосипедисты, что мы ездим по дорогам. Обратить на… Еще раз на вас внимание. Да, внимание показать, что вот мы есть, привыкните к нам, мы отсюда не уйдем. Давайте Валентина спросим, он у нас с нами на связи, один из соорганизаторов «Велоночь» — Валентина Анорин. Валентин, здравствуйте. Здравствуйте. Какая будет в этом июне «Ночь» вела? Где-нибудь есть интересные у вас задумки? Что будете удивлять участников своих? Ну, мы всегда привлекаем наших, как сказать, партнеров, да, от разных магазинов, либо велосипедных сервисов. Это идут розыгрыши, подарков, чтобы привлечь внимание к ним тоже. Кто может принять участие, как это сделать? Принять участие может любой желающий. Нужно просто приехать в последнюю субботу месяца на драмтеатр, на площадь драмтеатра к восьми часам вечера. Дальше выслушать инструктаж по поведению в колонне. Так. И какой маршрут у вас обычно бывает? Маршруты мы всегда меняем, чтобы они были разносторонние, но в основном это центральные широкие улицы города, освещенные, стараемся выбирать. Ну, и менять их периодически, чтобы людям было интересно. Валентина, очень, конечно, протяженный маршрут. Я вас смотрю, как минимум, из микрорайона в микрорайон. Как вы движетесь по дороге? Вас сопровождают, может быть, сотрудники ГИБДД с точки зрения безопасности маршрута? В основном маршруты сопровождают наши волонтеры, которые помогают организовать, чтобы группа двигалась, колонна двигалась в одной полосе, чтобы это было безопасно, чтобы вовремя перекрыть перекрестки, либо организовать движение, чтобы предупредить велосипедистов, пешеходов, автомобилистов о движении колонны. Я смотрю по фотографиям. У вас там есть уже и самокаты, и дети. Какой возраст участников? И ограничиваетесь ли вы только велосипедами? Вообще мы ограничиваем 18+, потому что наши мероприятия обычно заканчиваются в районе 11-12 часов ночи, вечера. И как бы, ну, по закону все равно, либо под ответственность родителей. То есть вместе с ними обычно они участвуют, да? Бывает, участвуют, но без родителей ни в коем случае. Мы на старте всегда сразу предупреждаем. Ну и самое главное, что кроме велосипеда нужно с собой взять? Хорошее настроение в первую очередь. Ну и обязательно, желательно, чтобы у человека были с собой хотя бы минимальные ремноборы, насос, чтобы могли хотя бы помочь водой в обязательном порядке, особенно в такую жару. Понятно. Спасибо большое, Валентин. Павел, ну если возвращаясь к организации вот таких мероприятий, то я смотрю, очень много у вас там людей, которые вместе с вами ездят на велосипеде. Перспективы есть у этого вида транспорта в нашем городе? Как вы их видите? Перспектива большая. Опять же, для людей, которые не хотят жить в пробке, хотят перемещаться более комфортно. Ну комфортно не в любое время года, конечно. Но быстрее перемещаться и удобнее быть мобильнее, то это велосипед. Вот среди моих знакомых, кстати, очень много автомобилистов летом, ну вот, скажем так, относительно лет, это до октября и с апреля, пересаживаться на двухколесный транспорт. Замечали ли вы такую тенденцию среди своих знакомых? Да, замечаю. О чем это говорит, как вы думаете? О том, что люди адекватно оценивают дорожную обстановку и переходят на более мобильный транспорт. И экологичный. В продолжение теме адекватности, посоветовали бы вы как-то дополнительно организовать велосипедное место, например, маме с детьми? Или лучше не выходить на дорогу? Я не рекомендовал бы ездить с детским креслом на велосипеде, с ребенком, особенно по дороге. Почему? Во-первых, это в маневренности дело. Велосипед теряет в маневренности. Во-вторых, возможны эксцессы со стороны не очень адекватных водителей. Такое тоже у нас случается. К сожалению, водители забывают, что их машины оборудованы поворотником. Просто не хотят смотреть по зеркалам заднего вида. Вот из-за этого. Ладно, человек, который едет на велосипеде, который может маневрировать. Резко перестроится. Или велосипед с ребенком, который и так сам по себе не очень маневренный. Так еще и в таких экстремальных ситуациях подвергается опасности, естественно, и велосипедист, и ребенок. И вот поэтому я не рекомендовал бы так делать. С какого возраста можно начинать выезжать на улицу города? С 16 лет. Можно выезжать на проезжую часть. С 7 лет можно ездить по тротуару. С 14 по велодорожкам. Немного наделало шуму распоряжение одной из дирекций парков Краснодара. Это, собственно, парк Краснодар футбольного клуба. Когда они запретили передвижение на своей территории велосипедов. Как вы к этому отнеслись и что стала причиной, если известно вам? Вот, честно говоря, я сам недавно узнал про это, потому что по паркам я особо и не катаюсь. Предпочитаю передвигаться. Работа, дом в будни и на выходные постоянно вот куда-нибудь на море, в горы, подальше от города. Так что про парки, честно говоря, я не в курсе. Ну, может быть, вопрос безопасности? Может быть, это вопрос безопасности, хотя, опять же, у меня лично тогда к ним вопрос. У них есть инфраструктура, вот красивый парк. Почему не сделать велодорожки там? Мне кажется, очень много людей туда ездит просто покататься на велосипедах, на самокатах и как раз на роликах, потому что там подъездные пути все сделаны. То есть там дублируются все лестницы такими как раз дорожками. И красиво, и все говорит о том, что вот там приезжайте, отдыхайте, но нету именно разделения велодорожка и пешеходная дорожка. Ну, как всегда, может быть, дешевле просто запретить. Павел, на ваш взгляд, как вы думаете, какие несколько, может быть, два-три самых удачных места для велосипедов в Краснодаре? И места, куда бы вы не советовали вообще велосипедистам соваться вообще в Краснодаре? Сложно сказать. Ну, вот давайте я вам помогу. Начнем с улицы Красной. Улица Красная, выходные дни нет, там много пешеходов и нет. Вообще нет? Вообще нет. Так, дальше. Кубанная набережная? Кубанная набережная, да, красиво, есть велодорожка даже. Угу. Дальше. Теперь вы. Ну, опять же, я по городу передвигаюсь, в основном, я же повторяю, работа по дороге. Да, я могу проехать везде и, в принципе, спокойно проезжают. А вопрос уже о подготовке, мировоззрении там, кто как. Ну, и можно подготовиться тогда, допустим, людям, которые хотят ездить так. Это только собственные. Накатывать опыт. Накатывать опыт. Это же так долго. В зависимости от интенсивности. Угу. Вы даже по трассе ездите на велосипеде? Да. Не страшно? Нет, не страшно. За 4 года ни одного эксцесса не было с какими-либо повреждениями. Далеко вы ездите по трассе на велосипедах? В районе 200 километров от Краснодара. То есть и горячие, и загорячие? Да. Угу. А кто с вами обычно ездит? Это сильные выносливые мужчины или разные? Нет, почему разные? И девочки с нами ездят, и молодежь. Ну, опять же, не берем. Младше 18 уже однозначно в ПВД мы не берем. С родителями, без, но нет. У нас есть какие-то школы или, может быть, курсы для велосипедистов в Краснодаре? Я не беру спортивный отсек, где люди там работают на результат. А вот именно для того, чтобы люди обознакомились с правилами, узнали, что они могут, что не могут. Опасные места, может быть, в Краснодаре какие-то есть. Или расположение парковок вело. К сожалению, таких школ нет. Может быть, при вашей организации откроете? Как вам такая идея? Хорошая идея. Все, открывайте. Очень хорошая идея. Официально дарю идею вам. Спасибо. Павел, хочу, знаете, еще о чем сказать? Не можем затронуть мы эту тему. Воровство велотехники. Ну, как бы, самокаты не буду пока сюда приплетать, да? А вот то, что касается велотехники. На ваш взгляд, как можно защитить в данном случае и владельцев, и транспорт? Защитить от этого только не оставлять без присмотра. Либо оставлять где-то на охраняемых территориях, разговаривать. С видеокамерами. Да, ну, видеокамеры, они мало кого пугают. Потому что на моей памяти были случаи, когда воровали велосипеды с Кубанской набережной, по-моему, ЖК Адмирал. Ну, дорогой район, скажем так. Дорогой, с охраной, с консьержами. Просто зашли и вынесли. И выкатили. А замок не спасет в данном случае? Нет. Понятно. Замок просто немножечко затруднит задачу. Если человек хочет украсть, он украдет. Единственное, не оставлять на лестничных площадках. 80% угонов происходят ночью с лестничных площадок. И не оставлять долго без присмотра. Как минимум под камерами. Ну, это небольшой такой предохранитель. Но вот все равно. И использовать все-таки качественные средства защиты. Ну, замки, да. Не за 100 рублей купленные где-то там, которые ножницами перекусываются. А такие хорошие каленые цепи и так далее. Спасибо вам большое, Павел, что смогли к нам прийти и рассказать, как нужно правильно ездить по нашему городу на велосипеде. Ну, и, конечно, не могли мы не затронуть тему летних каникул. Это долгожданная пора, беззаботное время для детей и подростков. Но тревожное для родителей, врачей и правоохранителей. По статистике, именно летом возрастает детский травматизм. Увеличивается число правонарушений, совершенных детьми или по отношению к детям. Так какие опасности таит в себе любимое время года и избыток свободного времени? Как на Кубани работают детские законы, как взрослые обеспечивают безопасность детей на улице и в интернете? Об этом расскажет программа «Через край». И главный вопрос дня звучит так. Кто в ответе за детей? И вот варианты ответов, вернее, главного вопроса. Как сделать ли это подростка безопасным? Объяснять правила поведения, не оставлять без присмотра. И главные меры защиты – это ответственность взрослых. Ну, либо вы считаете, что ваш ребенок сам знает, как себя правильно вести, и вы можете на него положиться. Задавайте свои вопросы по телефону 274-11-14, код Краснодара 861. Также на страницах в соцсетях работают группы и в WhatsApp. По номеру 8-918-126-000 можно оставить вопрос для наших экспертов. Ну и традиционное голосование на сайте. Вопрос я вам уже озвучила. Напомню, программа «Через край» выйдет в эфир в 20.30. Посмотрите, будет интересно. Ну, у меня на этом все. Желаю вам всего самого доброго и будьте здоровы. До свидания.